И всем привет, ребят! С вами Стробак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорно и чуть-чуть игровой тематике. Сегодня у нас на повестке дня обсуждение работы овердрайва одного корпуса, с которым произошли изменения в худшую сторону, хотя об этом не было абсолютно никакой информации. Чуть больше недели назад, когда у нас выкатили новые обновления в нашей игре, у нас произошло изменение с хаос уроном, и вместе с этим изменением, которое было связано с тем, что поменялся у нас цвет, и любой хаос урон стал бы как бы критическим уроном, потому что от уничтожения хаос уроном у нас стала отлетать башня, а башня отлетает у нас только в том случае, если противник добивается критическим уроном. И на фоне этого всего начал совсем по-другому работать овердрайв Ареса. Количество тиков, по моему мнению, стало меньше, и бывает так, что ты даешь чистый шар через целый танк противника, и он не уходит на респ. Хотя раньше этого урона железно хватало, и не составляло особо вообще никакого труда уничтожить противника. Сейчас же бывает такое, что ты кидаешь шар, противник либо остаётся на пол-хп без аптечки, либо остаётся на фулл-хп без аптечки, либо вы его уничтожаете, но всё зависит от того, с какой стороны будет лететь шар, и как хорошо цепочка будет цеплять, от овердрайва будет цеплять танк. Я думаю, что мы на этом фоне скатаем какую-то катку, я покажу примерно, как это работает и как это работало раньше. И мне казалось, что это вообще какой-то баг, который разработчики понерфят и сделают так, как было. Но по итогу прошла у нас неделя, никаких изменений в этом плане не произошло, и овердрайв арес остался таким же, который он был и неделю назад, то есть после обновы. Хотя я считаю, что это 100% ошибка, не буду называть это багом, я бы сказал, что это просто ошибка. То есть, скорее всего, при переходе на хаос урон, то есть изменение того, что хаос урон стал бы как бы критическим, произошёл какой-то разбаланс этого корпуса, потому что вы помните, что был долгий период времени, когда арес балансили в плюс, балансили в минус и ничего не менялось. То есть, там якобы добавляли большое количество урона шарику, но от шарика тики не проходили, урон не наносился дополнительный, и он всё равно продолжал находиться в плохой мете и не был актуальным. Потом ему наконец-таки поняли, как это нужно доработать, и дали шару хорошее количество тик-выстрелов, и сейчас опять как бы не нерфя, как бы не нерфя, потому что полноценного нерфа у нас не было. То есть, никто нигде ничего не говорил о том, что там у нас за нерфю нарез, он стал слабее или ещё что-то в этом духе. То есть, никакой обновы в этом плане не вышло, но по факту мы получили намного слабее овердрайв. То есть, я и многие ребята, которые играют на постоянной основе на этом корпусе, они сразу заметили изменения. Когда я даю шар чисто в танк, и он не умирает, хотя раньше это было, ну даже от половины его тайминга шара, он уже уходил нарез. То есть, уже хватало урона, чтобы его уничтожить. Сейчас полный пролёт через танк с расстояния, бывает, не уничтожает. Ну как такое может быть? Ну это значит, что там произошла какая-то ошибка, и что-то где-то сломалось. Да, любого другого объяснения у меня этой ситуации нет. Да, что могло быть? Да, то есть, я начал давать хуже шары, которые не пролетают через танк. Ну ладно, окей, хорошо, я могу дать один шар, который не пролетит через танк. Могу дать два шара, которые не пролетят через танк. Но если я дам 300-500 шаров, и все эти шары будут работать неправильно, ну, наверное, это уже проблема не моей игры, а проблема того, что шар стал работать по-другому. Я поэтому и постарался выждать как можно больше времени, набраться больше опыта игры с этим новым обновлённым шаром. И сейчас, уже на момент этого видеоролика, я на 100% уверен, что у нас что-то с этим шаром случилось. Наверное, не самая удачная карта, где я сейчас буду прожимать овердрайв, но даже если вот этот один танк выживет, да, вот у него сейчас, например, фулл хп. Фулл хп у танка. Фулл хп у танка, и если бы у него была бы аптечка, вот сейчас, у этого молодого человека, который был на мамонте вот здесь самый первый, то я бы его не уничтожил. Последний тик залетел на уничтожение. То есть, это я шара нанёс, получается, если у него фулл качка, 4000 урона. Но что-то мне подсказывает, что он явно не фулл прокаченный, потому что это вроде как был генерал. И у него мамонт может быть вообще МК-7, может даже меньше. То есть, по сути, количество тиков за шар уменьшилось. Просто уменьшилось количество тиков. То есть, как бы шар летит всё так же самое, да, но эти, эти, вот, вот, например, сейчас вы видели? Видели? Наш тиммейк кинул шар. Он кидает шар и не уничтожает тяжёлый танк. Хотя раньше этот тяжёлый танк уходил на респ. Он железно уходил на респ. То есть, это значит, что сейчас где-то уже на 2-3 тика овердрайв ареса наносит меньше урона. Возможно, возможно. Я не спорю. Я не утверждаю на 100% и не спорю. Но, возможно, это специальный, специальный нерв ареса. Скрытый нерв. На тот случай, что никто не заметит. Я знаю, такие обновления были. И не раз о которых не сообщалась информация. Да, то есть, происходило какое-то изменение. И вместе с этим изменением скрыто нерфилась какая-то пушка. Нерфился какой-то корпус. Поэтому я не отбрасываю тот факт, что это могло произойти не случайно. То есть, это просто нерв, о котором не сообщили. Почему не сообщили? Не знаю. Я, честно, не знаю, почему не сообщают о том, что происходит изменение. Я просто, если бы я играл в эту игру, например, раз в неделю, то, может быть, я бы и не заметил бы изменения. Может быть, я бы... Ну вот сейчас. Ну что? Ну вот раньше это был бы килл. А сейчас это не килл. Сейчас это не килл. Да, то есть, если бы я играл бы меньше и не был бы заинтересован в этом корпусе, либо я бы не играл бы на этом корпусе столь много, да? Может быть, я бы и не заметил бы ничего. Да, может быть, я бы, как и вы, не обращал внимания бы... Ну, хотя есть ребята, которые обратили, поэтому за всех говорить не будем. Но я бы, как и многие, не обратил бы на это внимания, да? То есть, я бы не понял, что что-то произошло. Я бы думал, что и так все хорошо, арес все такой же метовый, все такой же жесткий, все так же круто нагибает. Ну а по факту, теперь на аресе нужно стараться смотреть в стенки, да, то есть пытаться от стенок давать еще дополнительный урон. Потому что если вы не будете наносить дополнительный урон от стенок, то у вас будет очень часто не хватать урона, дабы уничтожить танк противника. И это может даже быть с средним танком, не только про тяжелый. Тяжелый там практически всегда не уничтожается. А вот что касаемо среднего танка, то там бывает, либо вы его успеваете сливать, либо у него остается супер балла ХП. В любом случае, если вы играете с любой нормальной адекватной пушкой, вы можете, в принципе, давать сначала какую-то тычку урона, да, и потом уже добавлять шар. То есть тогда у вас, ну, с большой долей вероятностью будет хватать урона, и вы будете уничтожать противника. Поэтому как-то так. Ну, я думаю, что мы еще как минимум один шарик в этой катке пустим. И посмотрим, что у нас тут вообще по урону залетит. 82 кг, у нас катка довольно простая. Я специально еще выбрал такую пушку, с которой можно, если что, добавить дополнительный урон, чтобы понять, там, сколько залетает. Так, пробуем сводочку здесь хорошую выдать. Хорошо, есть кильчик. 92% овердрайва. Сейчас мы еще один шарик, я думаю, что здесь спушим контентовый. Так, главное, что под шар... А, ну вот, например, титан стоит. Хорошо так стоит. Смотрим, что у нас по урону. Как раз видно. Без ДАшки полноценно хватило урона. Да, то есть... Но это без прожатия аптечки. То есть, если бы он прожимал бы аптеку, даже с тем учетом, что он не откатывается и принимает на себя весь урон, я бы его не уничтожал. Я бы его не уничтожал. И это, конечно, печально. Поэтому я очень сильно надеюсь, что... Что уважаемые разработчики смотрят подобного рода видеоролики и проверят характеристики ареса овердрайва, посмотрят, что там произошло и вернут тот арес, который у нас был. Потому что, если у нас не выходит никакого списка обновления с нерфом овердрайва этого корпуса, и я, по сути, считаю, что он находился в балансе, и нерфить его не было никакого смысла, то, пожалуйста, верните тот арес, который был. Который был, а не который я вижу сейчас. Потому что то, что я вижу сейчас, это явно уже не тот арес, который должен быть. Который должен присутствовать в нашей игре. Потому что тот арес, это... Это возможность уничтожать тяжелые танки. Это возможность наноса хорошего качественного урона. А здесь уже надо подстраиваться, надо где-то креативить, играть от стенок. И только в этом случае вы будете уже уничтожать противника. Без всего этого у вас уже будет, ну, намного тяжелее ситуация. И в моменте вы будете сразу же чувствовать, что ваш арест находится в совсем других кондициях. И эти кондиции не будут являться теми кондициями, которых достаточно для уничтожения большого количества противника. И еще, что я заметил, да? Это то, что вот, например, в таком режиме, как Асада, когда раньше с овердрайва шарика можно было вот кинуть овердрайв шарика в кучу. Да? И там за эту кучу дать, ну, килов 6, там, 7, да? Сейчас из этой кучи вы дадите килла 2-3. И все остальные танки будут оставаться где-то там по пол-хп, по треть хп, да? То есть у них будет мало, конечно, хп, но они все равно будут оставаться живыми. То есть вы уже заработаете с них не 15, не 15 очков, да? С каждых, ну, например, с 6 танков не 15 очков, а вы заработаете по 7 с 4 танков там и с 2 там по 6. С 2 там по 15, да? То есть, ну, грубо говоря, у вас уже будет насколько меньше очков просто из-за того, что овердрайв работает неправильно. Хорошо, если реально, да? Если реально этот нерв должен был быть, да? Тогда, ну, хотелось бы видеть информацию, информацию об этом овердрайве, да? То, что он занерфлен, да? Потому что у нас, ну, и инфы нету никакой, да, что его занерфили. Информации нету, да, о нерфе. И исправления нету, да? То есть это ошибки. Либо это, может, не ошибка. Я же не знаю, да? Может, это и не ошибка. Но факт того, что овердрайв Ареса занерфлен, он стопроцентен. Стопроцентен, да? То есть, ну, я же, ну, не просто так играю на этом корпусе и не вижу, да, что происходит. Но я отлично вижу изменения корпуса, который раньше мог делать жесточайшую грязь. А сейчас, чтобы делать ту же самую грязь и сделать то же самое, что было раньше, нужно уже искать стенки и придумывать, как уничтожить противника за счет дополнительного урона шара. Это уже две совсем разные вещи и совсем две разные реализации этого корпуса. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Мне бы очень сильно хотелось бы услышать мнение от всех тех игроков, которые играют на этом корпусе. Напишите, столкнулись вы с этим или не столкнулись. Заметили вы это изменение или не заметили. Если не заметили, то тоже напишите, что вы не заметили, что я балабол и то, что это не так. То, что это все фуфил, что я сейчас сказал. И я просто хочу больше урона и я разучился играть на этом корпусе. Поддержите обязательно данный видос лайком, чтобы возможно его где-то продвинуло, чтобы он где-то залетел. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Не забывать про наш дискорд сервер. В описании ссылочка на него всегда есть. Раньше не говорил почему-то о нем, но сейчас говорю о том, чтобы вы тоже туда заходили, присоединялись, общались. Плюс, конечно же, все оповещения о стримах, о видосах, все появляется там. Потому что сейчас то колокольчик работает, то он не работает, то оповещения приходят, то не приходят. А вот чтобы ничего не пропускать, туда бэмсанули, зашли на сервер и все. И информация вся у вас всегда есть. Ну и, конечно же, не забываем про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег это ТАКТИМП, восстанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. На 20 тысяч танкоинов уже новый розыгрыш стартовал. Поэтому вся информация по нему есть в описании. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok